Ну подумаешь, укол, укололи и пошел. Сегодня в ресурсоснабжающей организации необычный рабочий день. У сотрудников появился небольшой перерыв, медицинский. Работники проходят необходимое медобследование и получают вакцину от коронавируса. Для такой компании особенно важно бороться с заболеванием, чтобы необходимые для жизни ресурсы постоянно поступали в дома самарцев. Мы работаем с людьми, чтобы как бы обезопасить себя и окружающих, свою семью, во-первых. То есть я решила вакцинироваться. То есть моя семья тоже сделала все прививки. В ресурсоснабжающей компании обращают внимание на защиту своих сотрудников, поэтому активно включились в прививочную компанию. Вышли на связь с поликлиникой и организовали вакцинацию прямо на рабочем месте. Таким образом смогли охватить необходимой процедурой большую часть персонала, да и жизнь сотрудникам упростить. Им не придется самим идти в поликлинику после работы или в выходные дни. Сохранить здоровье своему персоналу. Поскольку наш персонал находится всегда в прямом непосредственном взаимодействии с потребителями, несмотря на ограничительные меры распространения коронавирусной инфекции, все-таки уровень посещения очного наших отделений достаточно высокий. Вирус мутирует, число заболевших растет, причем медики отмечают высокую степень заражения и быстрое развитие симптомов, а также утяжеление течения. Среди заболевших становится больше людей молодого возраста. Выработка коллективного иммунитета – задача номер один в регионе. На сегодняшний день необходимо вакцинировать все население, не только 60%, но, думаю, 100%, чтобы приблизить дату окончания пандемии. И мы очень этого как медики желаем. Записаться на вакцинацию можно на сайте госуслуги или в своей районной поликлинике. Кроме того, работают круглосуточные прививочные пункты в 4, 6 и 10 городских больницах. Без предварительной записи ежедневно с 11 до 18 часов можно привиться в стационарных пунктах вакцинации в торговых центрах «Аврора» и «Гудок». Также в пятницу и по выходным мобильные прививочные пункты работают рядом с «Мегой», «Космопортом» и «Амбаром». Врачи напоминают, помимо вакцинации необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Эти простые правила помогут сократить риск заражения. Андрей Горгуленко, События. Продолжение следует...